Добрый день! В студии Кирилл Гусев и в ближайшие несколько минут поговорим о главных событиях Алтайского края. Игрушки, одежда, спортивный инвентарь, познавательные экскурсии. Члены регионального правительства ненадолго превратились в волшебников и пообещали детям края исполнить их самые заветные желания. Обзавестись новыми знакомствами и установить деловые контакты смогли предприниматели края на проекте «Деловой Новый год». Подробности далее. Всероссийский фестиваль бокса, посвященный памяти погибших сотрудников ФСБ по Алтайскому краю, прошел в Барнауле. В соревнованиях приняли участие 111 боксеров. Игрушки, одежда, спортивный инвентарь, познаватели экскурсии. Члены регионального правительства ненадолго превратились в волшебников и пообещали детям края исполнить их самые заветные желания. В Алтайском крае стартовала всероссийская акция «Елка желаний». Первыми участие в ней приняли губернатор Виктор Томенко и члены правительства края. Глава региона исполнит желания Татьяны Терешкиной из Тольменского района, которая попросила у Деда Мороза теплую зимнюю куртку. И Савелия Гущенко из Барнаула. Ему нужен планшет для обучения. Не все в наших руках, но посодействовать, помочь, это дело организовать, с кем-то связаться и воплотить мечту наших маленьких сограждан. Ну или тех, кто по состоянию здоровья требует особенного к себе отношения и внимания. Мы, конечно, можем и я думаю, что должны. Поэтому это хорошая традиция и акция хорошая, которая уже не первый год в стране идет. Мы будем ее поддерживать и в ней участвовать всемирно. Среди детских желаний, которые исполнят в рамках акции, развивающие книги, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки и цифровая техника. Кстати, подарки губернатора и члены правительства будут приобретать за счет личных средств. Близнецы Елизаветы и Александр Шипиловы, город Бах. Хотим лыжи с ботинками. Исполнимо? Конечно. И лыжи, и ботинки с удовольствием. Мария Николаева. Мамонтовский район. Хочу на экскурсию в Барнаульский зоопарк. И замечательно, с директором зоопарка. Вот это молодец. Но я думаю, что все исполняемо будет организовано, с наступающим Новым годом. Нам часто приходится исполнять мечты, но в Новый год особенно приятно. Лиза, 12 лет, город Барнаул. Хочу корзину с фруктами и конфетами. Лиза, мы тебе обязательно ее принесем вместе с Дедом Морозом. Напомню, акцию «Елка желаний» проводят в рамках федерального проекта «Мечтай со мной». В рамках этой акции уже исполнено 450 заветных желаний детей-сирот, граждан с ограниченными возможностями здоровья, а детей, проживающих в семьях с низким уровнем дохода. Как начать свое дело и выжить в самое сложное для бизнесмена время? Первые три года. Ответы найдете в рубрике «Дельный совет», который наш телеканал проводит совместно с Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Юлия Жуйкова и Яника Тютенева начали первыми в Барнауле готовить беременных к родам заранее. Обустроили пространство для будущих мамочек. Здесь есть все, чтобы женщины могли подойти к одному из самых важных событий в своей жизни, максимально подготовленными. Есть лектории, куда приходит семейный психолог, инструктор по сопровождению в родах, акушер-гинеколог. Но и это еще не все. Это релакс-зона, здесь есть ковер, здесь есть диван, и здесь будущие мамочки отрабатывают практические занятия, это позы, дыхание, а также могут просто отдохнуть, сесть, почитать книжку с кружечкой чая. Для предпринимателей самое сложное время – первые три года. И чтобы дело не прогорело в самом начале, Юлия и Яника обратились в центр бизнес-инкубирования. Там их проконсультировали маркетологи, юристы, специалисты в сфере налогообложения. На данный момент мы ждем конкурс на резиденцию, так как мы хотим открыть свой филиал именно в бизнес-инкубаторе. Под эти цели мы консультировались и писали свой бизнес-план. Помимо сопровождения, бизнеса в центре оказывают предпринимателям имущественную поддержку. Мы им предоставляем офис 20 квадратных метров по стоимости приблизительно 4000 рублей, что является максимально конкурентоспособной стоимостью у нас на рынке Алтайского края. Плюс этот офис оборудован мебелью, офисной техникой и находится у нас по адресу Молотобольская, 19. Екатерина, а скажите, пожалуйста, сколько лет у вас могут заниматься резиденты? Им должно быть не более трех лет их бизнесу и также пребывают они у нас не более трех лет. Если вы хотите начать свое дело, но не знаете как, то можете обратиться за помощью и советом в Центр бизнес-инкубирования. Он находится по адресу Молотобольская, 19. Еще больше информации вы можете найти на сайте мойбизнес22.рф. Владислав Кириенко, Алексей Шаульский. Новости. Как известно, на Новый год принято дарить подарки. И для предпринимателей края таким подарком в канун праздников стал проект «Деловой Новый год», где каждый бизнесмен может найти новые знакомства и установить деловые контакты. Все подробности в нашем следующем сюжете. Уже третий раз подряд компания «Фисорт» отмечает «Деловой Новый год». Цель простая – объединить предпринимательское сообщество края. Собираются все, у кого есть свободный день и желание пообщаться друг с другом. В этот раз тема разговора – корпоративная культура и команда, потому что проблема взаимоотношений работника и работодателя острая и для российского, и для остального бизнес-сообщества. Хотим или не хотим, внутри предприятия, внутри любой команды есть культура. Либо мы этой культурой управляем, либо она самостихийно складывается. Если не управлять, она самостихийно складывается и может разрушить команду. Как правильно построить эффективную команду, участникам рассказывает профессор бизнес-практики Московской школы управления Сколково Елена Витчак. Один из способов – геймификация, внедрение в рабочий процесс игровых элементов. Участники делового Нового года, а их больше сотни, говорят – эти знания помогут в организации рабочего процесса. Информация всегда живая, полезная, она прикладная. Поэтому с каждого мероприятия ты выносишь или какое-то знакомство полезное для тебя, или та информация, которая привезена спикерами, тоже всегда актуальна. Половина денег, собранных на мероприятии, пойдут на благотворительность. По традиции поддержит молодых математиков. Так организаторы компания «Сисорт» поддерживают будущее страны. Анастасия Борисова, Владислав Кириенко, Ярослав Улымов, Роман Хайрулин. Новости. Лебединое озеро в Советском районе вошло в десятку самых красивых зимних водоемов России. Рейтинг составили в одном из сервисов бронирования жилья для отдыха. Самым красивым озером признали Байкал, а его зимний пейзаж – самым фотогеничным. В тройке также Ирица в Абхазии и Оннижское озеро в Карелии. Также в десятку вошли Абрау-Дирсо, в Краснодарском крае – Голубые озера в Кабардино-Балкарии, Сейда-озеро в Мурманской области, Селигер в Тверской области и Ладожское озеро в Ленинградской. Зима с Европой плюс Барнаул началась в выходные. На три месяца каток «Динамо Галакси» станет площадкой не только массового катания на коньках, но и эпицентром актуальной музыки и хорошего настроения. 40 самых активных слушателей радиостанции «Европа плюс Барнаул» побороли за главные призы от спонсоров. Участники состязались в дарсе, хоккейных буллитах и скоростной езде на коньках. Подробности в нашем сюжете. Из всех слушателей выбирали самых активных. Они в прямом эфире отвечали на вопрос от ведущего – какая песня играла в эфире. В европейских играх участники состязались на скорость, точность, смекалку и креатив. Победители ждали призы от партнеров. Но главное не подарок, а позитивное настроение участников. Классно! Спасибо, нам понравилось, все было весело. Любимая «Европа плюс». Мы играли в хоккей, потом был музыкальный конкурс и играли в тартс. Лучшие диджей и ведущие радиостанции радовали участников зажигательными хитами и необычными конкурсами. По словам программного редактора радиостанции «Европа плюс Барнаул» Олега Шишкина, это пока первая, но не единственная встреча со слушателями. «Европа плюс» хочет собрать молодежную тусовку на катке ко дню студента. Мы пока еще на самом деле не придумали именно наполнение мероприятия, но это будет что-то студенческое, потому что там день студента, и я думаю, что это такое молодежное. Провести планируют 25 января. Все подробности можно будет узнать в эфире радиостанции «Европа плюс Барнаул» на частоте 104,9 FM. Ярослав Улымов, Роман Хайрулин, Новости. Всероссийский фестиваль бокса, посвященный памяти погибших сотрудников ФСБ по Алтайскому краю, прошел в Барнауле. В соревнованиях приняли участие 111 боксеров из 20 команд, представляющих Алтайский край, Республику Алтай и Новосибирскую область. Вот этот турнир, он показывает молодежи, во-первых, это любовь к отечеству прививает, к патриотизму, и то, что герои не забудутся. Эти ребята, они у нас в управлении на почетном месте, то есть их фотографии висят. Сергей Чебиков, он навечно зачислен в списке воинской части управления. Медали разыграны в 10 весовых категориях у юниоров 17-18 лет. И в 9 весовых категориях у мужчин. Победители турнира выполнили, либо подтвердили разряд кандидатов в мастера спорта. По юниорам выявлятся члены сборной Алтайского края. Ну, а мужчины, это конец года, подведение итогов. И за этот турнир будет призываться кандидат в мастера спорта. 400 подводных пловцов собрались на соревнованиях в Наукограде, на первенстве края и открытом первенстве федерации. Приехали спортсмены из Новосибирской, Томской областей и Республики Алтай. Эти старты – этап подготовки к Кубку России, который пройдет в Томске в феврале. Участники – девушки и юноши от 8 до 17 лет. Дистанция 100, 200 и 400 метров. Также прошла смешанная эстафета – 4 по 50 метров и 4 по 100 метров. По итогам соревнований больше всего золотых медалей взяли спортсмены из Наукограда. В их активе 8 первых мест. Еще два у подводных пловцов из Новосибирска. На этом у меня все. Еще больше новостей вы найдете на сайте нашего телеканала katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Смотрите телеканал Katun24 и всего вам доброго.